Здравствуйте, мы дорогие друзья! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Андрей Копров, группа «Рейс». Здравствуйте. Андрюша, очень рад тебя видеть. У нас в студии. Мы долго стремились друг к другу, были разные препятствия. Ты куда-то уезжал, приезжал. И вот наконец-то мы встретились на таком замечательном событии, День Милосердия. Мы помогали людям с ограниченными возможностями. Я, насколько понял, ты активно в таких мероприятиях участвуешь. И там мы уже решили окончательно встретиться. И вот мы здесь. Хотелось бы с тобой познакомиться. Так вот за кулисами некогда. То готовишься, то кого-то ждешь шумно. А вот здесь есть возможность поговорить по душам. Хотелось бы о тебе узнать немножко. Кто ты, откуда ты, почему в руках у тебя инструмент такой. Инструмент, да, оказался не случайно. Я сегодня спою несколько песен. Да? Ты умеешь играть в гитаре, я так понял. Чуть-чуть совсем. Совсем чуть-чуть. И поешь? И совсем чуть-чуть пою. Ну и немножко сочиняешь? И немножко сочиняю, да. Ага. Ну вот расскажи, как ты до этого дошел. И это основная твоя профессия? Хобби стало больше, чем хобби. Я по профессии совершенно не музыкант. Но слава богу, меня всю жизнь окружают профессиональные музыканты, которыми я прихожу чего-то бренькаю. И вот они потом уже мне помогают из этого сделать песню, аранжировки и так далее. То есть мы вместе этим занимаемся. Уже интересный потенциал. А я инженер-экономист по образованию по первому. По второму, правда, звукорежиссер. Уже ближе к музыке. Я так думал. На самом деле много и физики, и электротехники. Ну вот 16 лет взял в руки гитару. А где это было? Где это? В каком городе? У меня такая история жизни нестандартная, не классическая, нетипичная. В 13 лет, когда мне было 13 лет, вся семья... Я родился в Челябинске, начнем с этого. Да, Урал, Медведи. И вот в 13 лет мне исполнилось, и семья переехала в Германию. И я уже там живу 21 год. Почти 21, да. Там, собственно, пошел в школу, учился, в университетах, работа. На немецком языке? Все на немецком языке, да. Родной язык, могу что-нибудь сказать, если очень нужно, да. Но в 16 лет вот взял в руки гитару. Я всю жизнь, все душевые были мои, все детство, везде пел. У меня дедушка тоже таким баритоном серьезным пел, и мне так все это нравилось до мурашек. И мне всегда хотелось, да, играть. В 16 лет взял гитару в руки, начал писать песни на русском языке. И так получилось, что и в Берлине была группа своя, и в Мюнхене, и мы поездили, и в России бывали, и всю Германию, конечно, исколесили, и на Украине, и много всего, да. Ну, в общем, нескромно скажу, стал в Германии звездой своего подъезда. Но среди, естественно, эмигрантов, русскоязычных людей, живущих в Германии. Ну, и когда-то, вот, в какой-то момент я понял, что для развития стоит ли мне вернуться на родину. Да, я приехал, правда, не в Челябинск, приехал в Санкт-Петербург интуитивно, не знаю почему. Вот захотел в Санкт-Петербург. Не знал никого, и вот сегодня... А ты приехал с своим проектом, с твоей музыкой? Приехал просто со своими, да, песнями. Нашел музыкантов, искал. Встретил музыкантов. Единомышенького, да, как бы? Да, замечательный профессионал. У меня, расскажу, да, вот играет два человека из группы ДТТ, бывшие участники играли там 15 лет. Из Аквариума 20 лет играл. Ну, вы их все знаете, конечно же. Вот, и профессионалы мне очень приятно, конечно, с ними играть. Замечательный музыкант. Ну, и ты так же в акустике играешь сам, да? Я так же играю. Когда есть возможность. Ну, давай тогда сегодня так вот поиграем с удовольствием. Что за песня-то будет? Песня, мой первый альбом, который я вот еще в Германии выпустил, называется «Естественность». Ну, и, соответственно, одноименная песня из этого альбома. Кто сказал, что рай на земле Это то, что видим только во сне. Я вижу его в тебе. Я вижу его в себе. Если там рай, так стись, значит, ад или что-то иное, что души не принять. Я буду искать. Ты будешь искать Естественность Во всем От луны до тепла Естественность Во всем От создателя к Богу От звезды до меня Естественность Во всем Для меня человек Без гитары в руках Рабин тому, кто ходит С мечтой в облаках Мы все племя Бога Подарившего жизнь Здесь Кто-то умнее Кто-то сильнее Хотя все мы С небом мудрим И наконец-то взрослеем С детским смехом в груди Естественность Во всем От луны до тепла Естественность Во всем От создателя к Богу Естественность Во всем От звезды до меня Естественность Во всем И в каплях дождя И в дыхании земли И в начале меня И в первой Любви Любви Спасибо Настроение Погружение Можно сказать В мир У меня знаешь Вопрос такой Прям возник Он может сказать Он по теме Конечно Но не по Автобиографии Как ты Своё настроение Держишь В этом мире Ведь он же Постоянно внедряется Вот так вот Себя Охранить Остаться самим собой И реагировать Правильно Ну Нам же постоянно Раздирают И трудно Особенно Когда там Личные Какие-то моменты Или даже Ну где угодно В толпе Там В очереди Сбербанк Как ты держишь Своё настроение Вот Ты сказал Что Человек С гитарой Всё равно Что значит Мечтатель Да Мечтатель Мечтатель Наверное Да То есть Человек Который В руках гитары Так подумал Про себя Ну я Когда беру Гитару в руки Я прям Един С ней Я на месте Я понимаю Что Вот То есть Ты идёшь По улице И тебе звучит музыка И таким образом Ты Сохраняешься Я Откровенно Сказать Не знаю Никакого рецепта Я знаю Одно Что Во-первых Ничего не знаю Да Ещё я знаю Как Сократ Да Ещё Ну Конечно Были разные Переживания В жизни И Какие-то Сложности Которые Необходимы Чтобы Что Может быть Ощутить Жизнь Ощутить себя Насколько И сформироваться Да Сформироваться Совершенно Себе ответить На вопрос Чего ты на самом деле Хочешь Вот Очень важно Может быть Куда-то Уехать Вот У меня сложилась Так жизнь Что я вот Со стороны Могу Периодически Смотреть Там ли я живу Тем ли я занимаюсь С тем ли Людьми я общаюсь Хочу ли я этого Очень важно Ну вот Уезжаешь Потом возвращаешься Понимаешь Что и никуда И уезжать не надо Потому что Все с тобой Все в тебе А Момент Может быть Какой-то Осознанности Необходим И Иронии Такой И Перестать Может быть В себе Держать Такого Может быть Тренера Учителя Потому что Он в любом случае В нас есть Какая-то совесть И Периодически Мне кажется Стоит Я воспитан У советских родителей Перфекционизм Котроль Нужно Чтобы было Хорошо Я еще Бывший спортсмен Понимаешь Но это Важно же Удовольствие От процесса Получать Вот сейчас Мы сейчас сидим Сейчас Поем И музыка Этому помогает И гитара Да Мне да Меня возвращает Ты просто стремишься К гармоничной личности Да В себе Я Стремлюсь Быть Спокойным Внутри Можно же И бежать Но быть Спокойным Внутри Тогда Следующая песня Хорошо Мы Постараемся Попеть побольше Да С удовольствием Поменьше поговорить С удовольствием Ты просил Так Я с удовольствием Да Спою Следующая песня Называется Из того же альбома Называется Я подобрал Такие Сегодняшний разговор Называется Хорошо мне Вот Тоже С немножко Таким Фолковым Фолк-рок Что-то Как-то Так Что-то А как во поле чистом ходил Ох, оживал Во флейты дул До песни рассказывал Поливал слезою землю до ягоды И душа светила солнцем на цветы Но легла тень Полосой надень И увела с собою Дорогою темною до утра А я иду тропинкой светлой навстречу ему Разве должен бояться, кого я люблю? Разве должен рубить с плеча ради добра Приносить тебе жертву, чтобы смерть ожила И упала звезда Ой-ой-ой На мои уста И наградила мелодией света И вернула меня в облака А я по полю гуляю Да по небесному знаю Хорошо мне Хорошо мне Хорошо мне Хорошо мне А я по полю гуляю А я по полю гуляю Да по небесному знаю Аминь. А я по полю, да по-небесному, Хорошо мне, хорошо мне, хорошо, хорошо мне, А я по полю, да по-небесному, Хорошо мне, хорошо мне, хорошо, хорошо мне, Хорошо мне, хорошо мне, хорошо. В принципе, ты мне на мой вопрос ответил песней. Можно было бы не говорить, как пребывать в этом состоянии. Слава Богу за все. Столько возникает разных мыслей у меня. Я, во-первых, сижу и благодарю Бога за то, что Он меня посадил на это место, значит, ведущим такой телепередачи, что я могу встречаться с талантливыми людьми, с ними общаться и получать такое удовольствие. Я тоже мог бы подпевать себе «Хорошо мне, хорошо мне». Спасибо вам огромное за приглашение. Мне очень приятно с вами общаться. Вообще, Господи. Мне кажется, мы как слепые котята, мы тычемся, тычемся в этой жизни. Раз, друг друга находим, обнимаемся, потом какие-то обстоятельства нас разрывают. Мы опять друг друга ищем. Вот люди, которым можно что-то сообщить, такое доброе, мудрое, вечное. Какие-то осколки своей собственной любви, которые мы пытаемся собрать. Вот и пазлы. Вот. Каждый день, каждый час, каждую минуту. И я ловлю себя на мысли, откуда это вот, что на меня уныние нападает, как называть сейчас депрессия. Ну, у меня такое заложено что-то Богом, вот, что я не могу этому поддаться. Но она, я представляю, как другим людям тяжело. Я так понял, что я тоже нашел небольшой способ, как этого избежать, через собственный опыт. Вот. Я через молитву, вот, я взываю сразу к Богу, Господи, избавь меня от этого. Мне это не нужно, это непродуктивно, это не творческое состояние. Совершенно верно, отец, смотри, я же, когда пишу песни, ну, чего я вам рассказываю. Да, когда пишешь песни, когда их поешь, находишься в стадии... Живешь. Да, молитвы, исповеди какой-то. Как ни назови, это такое вот настоящее, в котором хочется пребывать. И, конечно, потом выходишь из этого состояния, заземляешься, идешь, куда мы там говорили, Сбербанк в очередь. И, собственно, и это тоже хорошо, это тоже путь, который... Мы же ходим левыми и правыми ногами, не на одной же ноге всегда прыгать. И, соответственно, такая динамика в том, что все меняется, нет ничего же постоянного в природе. И это прекрасно, мне кажется. Слава Богу. Слава Богу. Сколько нам Господь даст времени на земле? Я не сильно умничаю. А? Не сильно умничаю. Нормально. Я думаю, что мы с тобой еще в пределах... До красного поля мы еще не дошли, наша стрелка. Вот. Давай еще. Да? Да. Я святой водой окропил устами, я поверил в то, что узнал тебя. Я открыл глаза, слезы капали, камнем подали, снегом таяли. Я просил тебя, укажи собой, путь безоблачный, путь бескрайный. Ой, неси меня на плечах своих, крест живой неси. В небо, неси меня на плечах своих, путь безоблачный, путь безоблачный. Я иду назад. Я иду назад. Я спиной вперед. Я спиной вперед. Лечу к новому. Я иду назад. Там ключи нечесть, каждый с именем, ходят важными, все с подковами. Я просил тебя, укажи собой, путь безоблачный, путь бескрайный. Ой, неси меня на плечах своих, крест живой неси. В море синее догори свечой и молись душой за дом проведенный, за дом проведенный. За дом проведенный, за дом проведенный, за дом проведенный. За дом проведенный. А иногда надо и помолчать. Почему-то мы думаем, что все время нужно говорить. Как будто мы боимся вот этой... Чтобы наступить какая-то пустота. Совершенно верно. Не стоит заполнять правила. Очень тяжело. Даже бывает, людям сейчас тяжело находиться наедине с собой в тишине. Люди сами себя боятся, своих мыслей. Вот. И поэтому это хорошо, когда творчество есть. Творчество — это наполнение. Это тишины, да. Какими-то благоприятными звуками, мыслями, образами. Мне кажется, вот это творчество — это такая борьба за какой-то кусочек света на этой жизни, за какую-то полянку свою. Вот. Ну, это как тоска по потерянному раю. Человек хочет его воспроизвести через свои произведения, через стихи. Такой кусочек рая, чтобы у него было на земле. Вот. И, наверное, такое должно быть творчество. Ну, в принципе, у нас заканчивается передача-то. Да? Да? Жаль. Первую часть. Но мы сейчас встретимся во второй. С удовольствием. Спасибо за приглашение. Да. Спасибо, Андрей. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами был Андрей Копров, группа «Рейс». Он один, без группы, но и один в поле воин. Андрюша, божья помощь тебе. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин